Всем привет-привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня будем переделывать мою правую ручку. Как видите, я сменила форму. На квадрате у меня начали скалываться углы, отставать от искусственного материала, поэтому я перепелила на овал. Но это не овал, это какая-то непонятная форма, мне она очень не нравится, поэтому сегодня будем делать наращивание. Но для начала нам нужно избавиться от старого материала, я это делаю твердосплавной фрезой на 30 тысячах оборотов. Снимаю максимально весь материал, потому что, как и говорила ранее, буду наращивать. Наращивать буду на салфетке из стекловолокна. Кому интересно, оставайтесь со мной! Субтитры сделал DimaTorzok Хочу попробовать новые пилки, которые были в предыдущих распаковках и обязательно зашлифовываю все торцы, чтобы не поранить себя. Убираю длину под ноль, так же я стачиваю все углы и убираю излишки материала, которые остались на ногте. Скажу сразу, пилки мне не понравились, не знаю почему, возможно я еще не привыкла, но как-то не зашли они мне, не знаю, не могу вам их рекомендовать. Вот так выглядят мои ноготочки после снятия искусственного материала. Очень непривычно видеть их в таком состоянии, рука как будто бы не моя. Перед наращиванием обязательно нужно вычистить весь птиригий, но сначала я отодвинула кутикулу апельсиновой палочкой. Безопасной фрезой на 20 тысячах оборотов вычищаю весь птиригий. Работаю с переключением реверса. На этом этапе кутикулу срезать не буду, приступаю сразу к наращиванию. Примеряю салфетку и вырезаю подходящие мне кусочки. Если честно, то этот процесс занял у меня очень много времени, потому что самой себе делать, да еще и левой рукой, очень неудобно. С горем пополам я все же вырезала эти кусочки и у меня хватило одной салфетки на всю руку. Для начала я обезжирила ногти и наношу тонкий слой базы, сушу в лампе 30 секунд. Все ссылки на товары, которые вы видите сегодня в видео, вы найдете внизу в описании под видео, так что проходите, смотрите. Еще один эксперимент. Хочу нарастить не на гель, а на вот эту жесткую базу от Коди. Она также была у меня в распаковках, кто не видел, проходите, смотрите, я оставлю ссылку внизу в описании. Нанесла на 2 третьих ноготка и пробую прикладывать вот эту салфетку, но как видите у меня ничего не получается. Она очень жесткая и совсем не хочет гнуться. Решила добавить немножко базы еще, думала, что салфетка размякнет и станет более эластичной, что ли. Но не тут-то было, она как и была жесткая, такой и осталась. И абсолютно приклеиваться к ногтю она не хочет. Решила, что будет пинцетом удобнее ее прижимать. Перевернула лампу, чтобы хорошо зафиксировать. Просушила сначала 5 секунд. Салфетка не пристала. Отправила еще раз на 10 секунд. И салфетка также не пристала. Поэтому с пинцетом это также не вариант. Взяла кусочек пищевой пленки и обмотала пальчик вместе с этой салфеткой, с этой базой. И вот в таком вот виде отправила ручку в лампу. Наконец-то оно все просохло и салфетка уже не двигается. Она все-таки заполимеризовалась на ногте. И вот в таком вот состоянии я достала пальчик из лампы. Решила, что ножничками будет удобнее убрать лишнюю длину, чтобы потом долго не пилить. Нужно как-то зафиксировать эту салфетку, чтобы она не двигалась, чтобы сделать опил. И я промазываю тонко весь ноготок. Вот так и салфетку заполняю все вот эти ямки, которые мне образовались после пищевой пленки. Просушила 10 секунд. Не помогло. Очень мягкая салфетка. И я делаю как бы выравнивание, чтобы было побольше материала. Вы наверное спросите, зачем я взяла базу, а не гель. Да потому что при распаковке я попробовала эту базу на пищевой пленке. Она оказалась очень жесткой. Ну а для наращивания нужны только жесткие материалы. Вот поэтому я решила и попробовать. Просушила 30 секунд. Пробую поджать немножко. Но у меня это не особо получается, так как одной рукой не очень удобно это делать. Просушила еще 30 секунд в лампе. Снимаю липкий слой, чтобы сделать опил. И посмотрите, что произошло. При малейшем нажатии мой искусственный ноготок треснул. Сказать, что я была удивлена, это ничего не сказать. И я была просто в шоке. Посмотрите, как легко отрывается это стекловолокно. Как будто бы это обычная салфетка. Я не думала, что такое вообще может произойти. Когда я только начала заниматься ногтями и купила первые баночки с гелем, это был Коди. База Коди и Топ Коди. И такая же ситуация произошла у меня на ногтях. Я не понимала, почему и что не так я делаю. Покупала я не на Алиэкспресс, а в своем городе, ну правда в онлайн-магазине. Проверить на подлинность я не могла. Да и тогда я еще совсем не понимала, что это может быть просто подделка. Я думала, что это я делаю что-то не так. С того момента прошло уже очень много времени. И я не могу сказать, что база Коди с Алиэкспресс плохая. Просто она не подходит для наращивания. Ну вот и все. После такого происшествия у меня настроение совсем пропало. Я решила нарастить все же таки себе ногти. Только уже на обычные нижние формы. Они, кстати, тоже с Алиэкспресс. Ссылочка внизу в описании. Формы я уже подставила, нанесла тонкий слой базы, просушила и буду наращивать на акригель, который также был у меня в распаковках. У него такой натуральный цвет. Ставлю небольшое количество акригеля на ноготок и формирую новый свободный край. Кисть периодически смачиваю в обезжиривателе. Субтитры создавал DimaTorzok Просушила 20 секунд. Поджимаю арочку и отправляю на дальнейшую просушку где-то в минуту. После просушки снимаю липкий слой и приступаю к опиле. Опил не стала показывать, так как видео и так получается очень длинным. Я думаю, все знают, как опиливать миндальную или бавальную форму ногтей. После опила я обязательно убираю кутикулу шариком. Это синяя или черная насечка, я уже не помню. Немножко перестаралась на безымянном пальчике, но ничего страшного. На себе можно. Эксперименты на этом не заканчиваются. Укреплять ногти я буду все той же базой Коди. Очень хочется мне попробовать ее на натуральных ногтях. В следующем видео, когда я буду делать коррекцию уже на левой ручке, обязательно протестируем ее на натуральных ноготках. После просушки базы мы хорошенько обезжириваем ноготочки, убираем липкий слой. Для дизайна мне понадобятся широкие полоски, которых у меня не оказалось, но я нашла вот такие голографические. Они мне идеально подойдут, и также мне нужна гель-краска для стемпинга и аэропуфинг. Выбираю самые широкие полоски и приклеиваю вертикально по центру ноготка. Аэропуфинг нужно хорошенько промокнуть в гель-краске. И приступаем к выполнению градиента. Такой дизайн выполняется очень быстро и легко. У меня он занял около 10 минут на всех 5 пальчиках. После просушки краски в лампе снимаю полоску и буду заполнять ее вот такими блестками от вен на лиса. Вы подумайте, что уже конец видео, что уже все, уже закончился маникюр, а нет у меня. У меня начались приключения с топом. Решила я попробовать топ от Лили Энджел. Из первого же мазка что-то пошло не так. Он начал расплываться такими лужицами по ноготочку. Ну, я решила его перемешать. Наношу опять. И история повторяется. Решила я снять липкий слой с гель-краски. Подумала, что возможно вот так контактирует с гель-краской. Но даже после снятия липкости этот топ продолжает расплываться. И я вам скажу больше. Он расплывается на любых гель-лаках. Я не знаю, возможно мне попался какой-то бракованный. Либо он перемороженный. Но я уже не знаю, что не так. Рекомендовать, конечно же, вам его я не буду. Потому что на Алиэкспресс есть множество разных топов. Которые можно заменить с легкостью. И не мучиться с вот таким вот странным топом. Весь процесс наращивания занял у меня очень много времени. Где-то около 4 часов. Поэтому я не решилась больше рисковать. Я взяла свой проверенный топ от Камильфо. И покрыла им ноготочки. С этим топом у меня никаких проблем не было. Вот такой результат у меня получился. Я довольна как слон. Хоть и промучилась 4 часа. Но результат меня абсолютно устраивает. Пишите в комментариях, как вам понравилось видео, не понравилось. Поставьте лайк. Мне будет очень приятно. Подписывайтесь на мой канал. И всем до скорых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok